Петер, очень приятно вас видеть в Пензе, в России. С нашей стороны они хорошо знакомы? Мы очень рады, чтобы вас встретиться сегодня. Мы надеемся, что вы знаете нашу страну довольно хорошо. Да, я очень рад быть здесь, в России и в Пензе, конечно. Да, он очень рад сегодня быть, конечно, в Пензе, в России. Это большое удовольствие и честь для него поиграть на таком замечательном органе сегодня. Часто в России бывает? Have you been in Russia a year before? Yes. I was here, I think, five or six times. Да, он довольно часто был в России, где-то шесть или семь раз. This is the first time in Pensa. Ну, первый раз в Пензе. А почему орган? Как вошел этот инструмент в вашу творческую биографию? Why did you decide to play the organ? I was a very little child, I think four or five years. Он был с этим маленьким ребенком, где-то было примерно пять или шесть лет. And for the first time I heard the sound of the organ, and I was thrilled, and I decided, well, kind of decided then to make a professional playing the organ. Когда он просто первый раз увидел орган, и слышал, как он играет, у него сердце просто щелкнуло, и он решил, что это действительно то, что он хочет в жизни, то есть будет играть на органе. В начале, наверное, был фортепиано, и не сразу орган. Maybe at first, I don't know, did you play the piano? No, I did not play the piano before, I started with the organ, and then played the piano. Where did you study? Where did you study? In Amsterdam. In my home city, yes. Where did you perform now? Well, all over Europe. In Holland, of course, but also Germany, England, Iceland. Везде, в Исландии, в Германии, в Норвегии. I was in Italy, France, Romania, a few weeks before I got. France, Romania, Italy. Who is your favorite composer? Who is your favorite composer? And which one is the most difficult one for you just to play? It's like an airplane? Well, no music is easy. No simple music. Each piece has its own difficulties. Even when it's technical, it's very easy. But musically, it's always difficult to convince the audience, I think. There are two composers which I adore very much. It's Jan Sebastian Bach. Because he composed a lot for the organ, and very beautiful. And a French romantic composer, César Franck. César Franck. I play a piece of César Franck this afternoon. Okay, and he will play a piece of César Franck this afternoon. He will play a piece of César Franck. He will play a piece from Vivaldi. I will play a piece by Bach. That transcribed by Bach for organ. Because it's a piece for orchestra, and he's transcribed it. Вместе с Бахом, который, как бы, тоже внёс в эту какую-то лекцию. Я буду играть несколько песен, а симфония Шарпенманир Видор. Он тоже композитор из Франции, но в 20-х веке. Он будет играть ещё несколько произведений композитора 20-го века. Очень знаю. Видор. Шарпенманир Видор. Шарпенманир Видор. Он играет несколько компоний для органа. Я заставлю это Student Psycho. Несколько симфоний для орган, поэтому он хочет играть их сегодня. Я полюсfectую программу И он сыграет, конечно же, несколько произведений немецкого композитора Ван Вандрих. Хендрик Андрихсен. Девочка, спросите, пожалуйста, каждый музыкант должен постоянно учиться, а нашему гостю есть куда совершенствоваться? Чему бы он, может, хотел научиться или план на будущее? Как мы знаем, каждый должен в своей жизни просто учиться для чего-то, чтобы научиться все время. А вы думаете, что вы только что-то учите? Да, я учу больше и больше. Нет предела совершенства, конечно, он еще в процессе того, что он учится чему-то. А правда ли, что вы еще дирижер камерного хора и преподаете в протестантской церкви Аркан? Да, это правда. Он действительно преобладает в протестантской академии, как я нашел. У него есть несколько студентов. Но я также директор. Да, он дирижер. И он также пишет статьи о том, что он играет. Поступление идеи, может, по какой стороне запомнилась больше всего и чем. Он думает, что самый прекрасный концерт будет сегодня вечером. Продолжение следует... Продолжение следует...